В этом обучающем ролике сначала скачаем с GitHub все нужные программы, а затем последовательно их установим. Просмотрите требования к железу и убедитесь, что ваш компьютер для этого подходит. В любом браузере в поисковике вставляете GitHub Prism Core. Можно нажать сразу на ссылку и переключиться на эту вкладку. Можно нажать «Поиск в Google». Выбираем Prism Core на GitHub. Эта ссылка есть под всеми роликами о Prism. Нажимаем и перешли в репозиторий GitHub Prism Core, где хранятся все ссылки от разработчиков блокчейна Prism. Нажимаем на ссылку «Скачать Prism Core на Windows». Вы выбираете свою операционную систему. Система запрашивает, куда скачивать. Выбираем на рабочий стол. Нажимаем «Сохранить». И тут же на рабочем столе появился значок Prism. Для того, чтобы в ноду быстрее скачалась вся история блокчейна, советую скачать слепок папки DB. Для этого заходим на GitHub Prism Core. Выбираем «Скачать официальный снимок блокчейна». Папку «Торрент» или «Зип». Я выбираю папку «Зип». Скачать можно на рабочий стол. Я буду скачивать на локальный диск D для того, чтобы сохранить место на диске C. Заходим в «Мой компьютер». Нажимаем «Диск D». Зип папка «PRISM DB» скачалась. Нажимаем правой кнопкой мыши. Находим свойства. Папка весит 14,6 ГБ. Заходим в репозиторий Prism на GitHub. И нажимаем «Скачать Java 8 Prism Core U221 на Windows». Нажимаем «Архив ZIP на рабочий стол». «Сохранить». На рабочем столе появилась папка «Джава». Заходим опять в репозиторий Prism. Выбираем «PRISM Core Mods для всех операционных систем» «V.1.2» или «V.1.32». Я выбираю «V.1.32». Нажимаю. Выходит «Сохранить на рабочий стол». Нажимаю «Сохранить». Появилась новая ZIP-папка «MOD». В первом разделе этого ролика мы скачали совершенно бесплатные 4 программы. Первое. Бесплатное программное обеспечение Prism Core на диск C для установки собственной ноды на свой компьютер. Второе. Бесплатную историю блокчейна до 5 января 2023 года на диск D для ускорения синхронизации истории блокчейна. Третье. Бесплатную Java 8 U221 для полноценной работы ноды. И четвертое. Бесплатный мод для отображения в ноде всех функций в ваших форжащих кошельках. Во втором разделе этого ролика приступаем к запуску скачанных программ. Первый. Запускаем ноду. Нажимаем на этот значок. Запускаем от имени администратора. Ставим галочку. И нажимаем на кнопку «Next». Тут тоже ставим галочку. И опять нажимаем на кнопку «Next». Нажимаем на кнопку «Install». Идет установка. Буквально 30 секунд. Убираем здесь галочку. И нажимаем «Finish». На рабочем столе появился ярлык Prism. Перед тем, как на него нажать и запустить ноду, установим на компьютер скачанную Java 8 Updata 221. Заходим в панель управления, программы и компоненты. И проверяем, какая версия Java установилась вместе с нодой. Java 8 Updata 162. А нам надо 221. Нажимаем «Удалить». Вы действительно хотите удалить? Да. Java удалена. Теперь нажимаем на папку Java. Открыть. Нажимаем. Здесь вложены 2 инструкции. Одна на английском языке. Вторая на русском языке. Выбираем эти 2 файла. И запускаем от имени администратора. Next. Next. Пошла загрузка. Next. Идет установка. Нажимаем «Close». Заходим в панель управления. Программы. И видим, что Java 8 221 установлена. Перезагрузить компьютер. Теперь нам нужно, чтобы Java не обновлялась. Для этого нажимаем «Пуск все приложения». Находим Java. Click for Updata. Нажимаем Updata. Снимаем галочку. И нажимаем «Do not click». Нажимаем «Apply». И теперь нажимаем «Ок». Открываем «Мой компьютер». И вставляем вот здесь в поисковике «Редактор реестра». Загрузилось. Здесь нажимаем на эту папку «Локал машины». Далее «Софт вары». Далее в каждом компьютере будет свой путь. Проверьте по этим переходам, какой подходит вашему. Ваша задача найти папку «Enable Java Updata». В моем случае папка находится «Мой компьютер», «Локал машины», «Софт вары», «Вов 6432 ноды», «Джава софт», «Джава опдаты», «Полиция». Вот она эта папка. Нажимаем. И вместо единички ставим «0». Нажимаем «Ок». Теперь «Моя Java» на новую платную версию обновляться не будет. Папку «Джава» с рабочего стола можно удалить. Также ее можно удалить из папки «Загрузки», если вы скачивали ее туда. Перезагрузили компьютер. И теперь переходим к запуску ноды. Нажимаем на ярлык «PRISM», выбираем «Свойства», далее «Расположение файлов». Вышла папка с установленными программами. Находим «Config», выделяем этот файл, нажимаем на кнопку «Запустить от имени администратора». В верхней строчке прописываем свой статический IP-адрес. Если IP динамический, то поле можно не заполнять. Тут можете написать имя вашей ноды. Я написала «Валентина Синема 2», так называется мой канал на YouTube. Придумываем пароль и вставляем его в это поле. Сюда вставляем открытый адрес от вашего личного кошелька, который вы уже создали вот по этому ролику. Если вы еще не создали личный кошелек, то создать его можно при запуске ноды. Галочки оставляем по умолчанию. Нажимаем на первую строчку. Здесь прописаны статические IP-адреса, которые будут у вас в пирах. Здесь тоже. Тут ничего не трогаем. Здесь ставим две галочки. Здесь тоже ничего не трогаем. И нажимаем на «Save» плюс «Start Prism». Нода сейчас будет загружаться, а мы закрываем все окошки. Вышло предупреждение о блокировке. Игнорируем предупреждение и нажимаем «Разрешить доступ». Выбираем язык. Я ставлю русский. Нажимаем «Я зарегистрированный пользователь». Если вы еще не создавали личный онлайн кошелек, то при запуске ноды нажимаем вот на эту иконку. И вместо нее появится иконка с ключиком. Нажимаем на этот ключик и вставляем сюда придуманный вами пароль на заготовленном текстовом документе. Пароль должен состоять не менее чем из 113-120 символов из больших и маленьких латинских букв с пробелами. Копируете его с текстового документа. Копировать. И вставляем сюда ваш пароль. И нажимаем «Войти». Нода по вашему придуманному паролю сгенерировала вам адрес вашего кошелька. Нажимаете на адрес кошелька и вам выходят детали вашего кошелька. Копируете открытый ключ от вашего кошелька и вставляете его в текстовый документ. Нажимаете на адрес кошелька и копируете его адрес. И вставляете в свой текстовый документ. Дублируете несколько раз. Нажмите вот на эту кнопку «Выход», «Выход». Еще раз нажмите на эту иконку. Вставьте ваш пароль для проверки. Таким образом в ноде можно создать столько кошельков, сколько вам нужно. Нажимаем «Войти». Ваш адрес и открытый ключ должны совпадать с тем адресом и открытым ключом, которые вы уже получили по вашему паролю. Сохраняете документ, делаете скрин документа и переносите документ на вашу флешку. Если вы уже создали онлайн-кошелек и у вас есть от него адрес, то вставляем сюда адрес вашего кошелька. Нажимаем «Запомнить». Если у вас несколько кошельков, то каждый раз, когда вы сюда вставляете новый адрес от другого кошелька и нажимаете «Запомнить», нода по умолчанию запомнит до 100 адресов ваших кошельков. И выходя из ноды, вы сможете тут переключаться между своими кошельками. Нажимаю на стрелку «Войти». Блокчейн в настоящее время загружается. Пожалуйста, дождитесь полной загрузки. Блокчейн начал загружаться с нулевого блока от 27 июля 2018 года в 21 час 17 минут 59 секунд. Нажимаем «Свернуть окно ноды» и отключим режим сна на компьютере. Для этого нажимаем на шестеренку «Параметры», выбираем «Питание и батарея», выбираем «Экран и спящий режим». Этот параметр можно оставить. При питании от сети переводить мое устройство в спящий режим через по умолчанию 45 минут. Нажимаем на галочку и выбираем «Никогда». Для того, чтобы отключить эту функцию, нажмите «Разрешить моему устройству переходить в спящий режим». Нода скачивается уже 4 часа и скачалась всего 22%. Нажимаем на вкладку «Пиры». За время скачивания нода автоматически подключилась уже к 14 нодам в сети блокчейна PRISM. На балансе пока 0 монет, потому как этот кошелек создан недавно, а нода загрузилась только до высоты 805 417 блоков. Для того, чтобы ускорить загрузку истории блоков, заменим папку DB, которую мы загрузили на диск C. Для этого на панели задач нажимаем на значок PRISM и нажимаем на кнопку «Shutdown». Выход. Нажимаем «Мой компьютер», диск D, скачанная папка PRISM DB, нажимаем, открываем. Теперь найдем папку DB на диске C. Нажимаем «Мой компьютер», диск C, «Пользователи», выбираем название вашего компьютера. У вас, возможно, будет здесь написано «Узор». Далее «Updata», «Roaming», папку PRISM. И вот тут уже папка PRISM DB. Второй способ «Мой компьютер», диск C, и вводим сюда PRISM DB. Идет поиск результата. Выбираем первую папку, путь ее, «Диск C», «Пользователи», «Lenovo», «Updata», «Roaming», «PRISM». Нажимаем, выделяем все папки на диске C и удаляем. Папка пуста. Теперь выделяем все файлы в папке DB на диске D и перетаскиваем их на диск C. Пошла загрузка истории транзакций. Загрузка с нулевого блока на май 2023 года занимает несколько дней. Загрузка с заменой папки DB всего несколько часов. После завершения загрузки папки DB перезагрузите компьютер. Затем нажмите на ярлык PRISM, свойства, расположение файла, PRISM конфиг, запустите ноду. Дождитесь полной синхронизации истории блокчейна. Сегодня, 28 мая, высота сгенерированных блоков 2 544 982. Баланс на этом кошельке 28 987 монет. Структурного баланса еще нет, так как под этим кошельком я не активировала еще ни один кошелек. А парамайнинг работает и генерирует мне новые монеты с этого баланса. Медленно, но надежно. Отключаем ноду. Нажимаем на папку MOD, скачанную из GitHub. Открываем папку. В папке есть две инструкции по установке мода вручную. Одна на английском языке, вторая на русском. Выбираем автоматическую замену содержимого папки. Нажимаем на папку UI, выделяем все файлы и папки. Теперь нажимаем на ярлык PRISM, свойства, расположение файлов. Находим папку HTML и в этой папке находим папку UI. Нажимаем на нее, переносим все выделенные папки и файлы и нажимаем заменить файлы. На этом установка мода завершена. После установки этого мода в вашей ноде появится вот эта вкладка «Форжащие аккаунты». Этот мод дает возможность видеть общую статистику всех ваших форжащих кошельков, просматривать статистику каждого кошелька в отдельности. Главное, после постоянных обновлений Windows с перезагрузкой компьютера этот мод при запуске ноды дает возможность за пару секунд подключить к форжингу все ваши кошельки автоматически, нажав всего на одну кнопку. Для этого создаем именно текстовый документ. Вводим в него пароль от вашего кошелька, нажимаем Enter, вводим второй пароль, нажимаем Enter. Итак, создаем полный список всех ваших паролей от всех ваших кошельков. Сохраняем этот текстовый документ, переносим его на флешку и удаляем с компьютера. После перезагрузки компьютера запускаем ноду, нажимаем на вкладку «Форжащие аккаунты». Форжащих аккаунтов 0. Нажимаем на кнопку «Подключить форжинг». Выходит запрос «Подключить один кошелек или запустить с файла». Нажимаем «Запустить с другого файла». Выбираем носитель, флешка «Открыть». Выбираем нужную папку «Открыть». Начался процесс подключения форжинга. Нажимаем «Обзор» и нажимаем «Форжащие аккаунты». И все кошельки Prism за секунду автоматически подключились к форжингу. Простота в установке Prism Core дает возможность установить холодный кошелек на личный компьютер. Всем, у кого есть компьютер и интернет. Поэтому монету Prism называют народной. Заливайте этот ролик на свои каналы, делитесь этой информацией. Дайте своим друзьям и знакомым возможность участвовать в генерации личных монет на своих собственных кошельках. Получать пассивный, вечный доход в монетах. Оставлять парольные фразы от кошельков с монетами в наследство. Применять криптомонету Prism в любом бизнесе, как подарочные скидки своим клиентам на любые товары и услуги. Надеюсь, видеоурок был для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.